Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать участников и гостей седьмого городского фестиваля фортепианных марафон «Играют дети» на стендвей. Сегодня впервые в истории нашего проекта учащиеся пианисты выступят в качестве солистов детского творческого коллектива. На сцене образцовый детский коллектив Челябинской области, оркестр русских народных инструментов детской музыкальной школы номер 3. Руководитель и дирижер Наталья Валентиновна Раковская. Аплодисменты Всегда такие мероприятия, конечно, вызывают у меня волнение, но при этом и такое предвкушение, потому что мы долго готовимся к этому и хочется сделать все на максимум. Это инструмент, на котором очень приятно играть. Сегодня действительно особенный день, так как моя ученица Милана Кобелева в этом году заканчивает школу и будет поступать в музыкальное училище. Ручилась она у нас с 5 лет, больше 10 лет на сегодняшний день. Она участница всех стендвей, которые проводились в Магнитогорске. При этом участвовала она в них как сольно, так и в дуэтах. Это первый год, когда она выходит в качестве солиста с Оркестром русских народных инструментов. Оркестром русских народных инструментов В том году нам присвоили звание образцового коллектива Челябинской области. И чтобы показать коллектив, выйти на какие-то новые площадки, мероприятия, вот как появилась такая гениальная мысль. Соедините коллектив Оркестр русских народных инструментов с пианистами. У нас вот дети пианисты-солисты и народники первый раз выступаем вместе. Готовились мы много довольно-таки. И каждую среду мы собираемся по практически два часа. Мы репетируем и играем. Ну, волнение есть, присутствует. Я играю на домре. Играю я уже почти, наверное, лет семь. Играю я уже почти, наверное, летом. На марафоне. Ну, в детстве было очень страшно, но интересно. Вот. Сейчас произведение становится сложнее. И, на самом деле, интерес только усиливается. Но уже становится не так страшно. Играя. 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 На стенвее звук намного мягче, то есть легче играть. Да, я репетировала уже на стенвее, и действительно большая разница с инструментом, на котором я занимаюсь каждый день. Этот инструмент особенный, у него звук волшебный, глубокий, просто благородный такой звук. И дети, когда пробуют на нем поиграть, возникает желание еще и еще участвовать. Они ждут этого мероприятия. Мероприятие уже стало у нас традиционным в городе, за него отвечает наша школа. И это мероприятие, я считаю, что это довольно-таки значимое событие в жизни, в музыкальной жизни города. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы проводим седьмой фортепианный марафон «Играют дети» на Стенвей. Четвертый раз мы встречаемся на площадке Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки. В этом году у нас значительно увеличилось количество участников, потому что оргкомитетам было принято решение привнести что-то новое в исполнительский опыт реализации фортепианного марафона. Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки. Мы сегодня взяли чуть постарше детей, то есть у нас были прямо малыши со всеми, иногда 7-летними, и решили поднять статус и взять как бы более взрослых детей. Играю сегодня первый раз на Стенвее. Волнуешься? Расскажи просто свои эмоции. Да, я немного волнуюсь, так как первый раз на таком концерте играю. Это для меня немного необычно. Но я думаю, все будет хорошо. Я отыграю хорошо. Вообще саксофон очень красивый инструмент, поэтому с ним очень красиво фортепиано звучит, поэтому такое произведение решили мы выбрать. Даже гордость за себя, за город, что я играю на таком уникальном инструменте. Инструмент замечательный, очень на нем хорошо играть, и это необычно. Есть возможность продемонстрировать все навыки и умения, которыми ученики овладели в стенах музыкальной школы. А этот замечательный рояль, он же самый, считается, дорогостоящий в мире, обладает такой широкой палитрой, что дети и сами впервые слышат такое богатство звуков. И самое главное, что они могут его продемонстрировать, пройдя определенную базу. КОНЕЦ КОНЕЦ Каждый год исполняешь что-то новое. И это не работа за компьютером, где ты каждый день с каким-то роботом, а фортепиано, новые звуки. Скорее, живое, так как на фортепиано можно выразить свои чувства, мысли, эмоции, и это действительно очень ценно. Это очень интересный опыт, потому что это как бы дает такое разнообразие деятельностей и тоже новые навыки помогают приобрести. КОНЕЦ КОНЕЦ Кроме того, уже в прошлом году мы использовали помимо рояля марки Стэнвэй еще один рояль, который нам любезно предоставила консерватория. Это рояль «Бехштейн». И сегодня также будет звучать произведение на двух роялях, причем не в четыре руки, а сразу в восемь рук. То есть на каждом рояле будет по двое участников. Это будет квартет учащихся и квартет, состоящий из двух выпускников и двух преподавателей. КОНЕЦ КОНЕЦ И в перспективе вот у нас возникла идея. Этот фестиваль носит статус городского. Мы плотно сотрудничаем с ближайшими музыкальными школами, находящимися в Верхнеуральске, в Агаповке, в Фершипенозе. Мы, думаю, будем приглашать их сначала в качестве слушателей и, возможно, и в качестве исполнителей так же, чтобы как можно больше детей привлечь к фортепианному исполнительству, просто к хорошей музыке и к тому, чтобы слушательские ряды консерваторского зала пополнялись, но и, собственно, выполняли функцию школы искусств своих, которые воспитывают и профессионалов, и любителей музыки. КОНЕЦ Спасибо вам за внимание. Теплые аплодисменты за вашу поддержку юных музыкантов. До новых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ